После 2010 года, после Януковича, мы на самом деле постепенно теряем вот это пророссийское большинство, мы теряем откровенных сепаратистов и откровенных врагов государства. Не так быстро, не так много, как мне бы хотелось, наверное, как хотелось бы многим патриотам, но все равно нельзя говорить о том, что мы вот как Восток какие-то там яркие фанатики. К сожалению, то, что снова-таки у нас такое разделение Зеленский-Порошенко подвергает сомнению, но с другой стороны, снова-таки, я хотел бы озвучить, буквально сегодня мы разговаривали с товарищами, я говорил о том, что эти выборы, они не политические, и их нельзя объяснять политическими или политтехнологическими только инструментами, фактами. Это выборы психиатрические. Население и этот рядовой, да, пересеченный выборец, он настолько устал от всего, настолько у нас большое напряжение было за годы войны и тысячи погибших людей, настолько большое было ожидание после событий 2013-2014 года, что вот эти все жертвы, они были не зря, и настолько все-таки действительность отличается, потому что, ну, не получается, да, все сразу и быстро, и у нас остается высокой коррупцией, мы видим высокую преступность, мы видим бездействие полиции, мы все это видим, что люди выключили рацию, и включилась же психиатрия, и мы начали верить искренне в то, что вот внезапно 40-летний мальчик без опыта сможет прооперировать эту страну. Поэтому мы можем очень много говорить про политтехнологии, но на самом деле корни надо искать в психиатрии, потому что это как бы выбор нездорового общества. То точно вы перебрали, не психоаналитика? Это психиатрия, нет, это уже не психоаналитика, это уже психиатрия. Это, снова-таки я повторю, это нормально. В тех условиях, в которых живет наше общество, с тем напряжением, с той 5-летней информационной войной, когда нас расшатывают с разных сторон, когда потоки информации прямо противоположны, когда непонятно, да, и международное сообщество, которое вроде нас поддерживает и вроде как глубоко беспокоено, и когда непонятно, что будет дальше, люди начинают, мы уже говорили, кажется, в прежних передачах, в сложные периоды начинают разрастаться секты, люди начинают просто верить в каких-то мессий, в чудо и так далее. Это реакция психики на стресс, на постоянный стресс. И вот общество дернулось в мессию, то есть это мессианство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова